Друзья, всем привет! Сегодня я покажу 5 интересных товаров от фирмы Xiaomi, которые я купил себе. Всеми товарами я уже немного попользовался, поэтому есть что сказать. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых роликах, а в конце, как всегда, будет конкурс с денежным призом. Первый товар, который я давно хотел купить, это фитнес-браслет. Он продается в такой вот коробке, у меня не самая последняя версия, но мне, в принципе, вполне ее хватает. Дизайн очень крутой, это такая маленькая капсула, которая смотрится очень круто и выполнена в сером цвете. На самой капсуле есть три диода, порт для зарядки и датчик. Ремешок из резины, все качественно, Xiaomi меня прям не перестает удивлять. В сборе это выглядит примерно так. Вполне стильно и подойдет под любую одежду, как спортивную, так и классическую. Ремешки есть разных цветов. Можно докупать отдельно хоть резиновые, хоть кожаные. На руке сидят идеально, но мне кажется, если у вас слишком большая рука, то придется носить на последней застежке. Я же ношу где-то посередине. Фитнес-браслет умеет считать шаги, отслеживать ваш сон, сколько вы спали, фазы сна. Есть датчик измерения пульса, умный будильник и это еще не все. Батареи должно хватать почти на месяц, но если вы включите оповещение на браслете при звонках на ваш телефон, сообщения вконтакте и тому подобное, то батарея конечно же сократится. И самое главное, у них есть защита от воды. То есть можно мыть руки, кратковременно погружаться под воду до одного метра. То есть душ принять в них как бы можно, что весьма круто. Приобрел я все товары в магазине Gearbest, ссылки будут в описании. Следующий девайс это колонка. Давно хотел что-то подобное, так как скоро лето, шашлык, где-то на природе, то с музыкой очень круто. Дизайн колонки очень крутой. Рамки сделаны из металла со скошенными гранями, прям как у iPhone 5. Ну а перед и зад сделаны из пластика. В общем дизайн явно хороший, Xiaomi круто постарались. Снизу есть резиновые ножки, колонка стоит устойчивая и никуда не падает. Вся панель чистая, только вот с одной стороны есть кнопка питания, индикатор и порт microUSB для зарядки. Именно в этой модели слушать музыку можно только через блютуз. Никаких проводов или же microSD кард, только блютуз. Можно подключать к телефону, планшету, ноутбуку, в общем куда угодно. Звучание меня тоже порадовало. Все на высоте, громкость хорошая, я использую в квартире, то не нужна никакая аудиосистема. Вот пример звука, но я думаю вряд ли через камеру будет понятно, насколько же он хороший или плохой. Но все же можете послушать. Колонка продается в двух цветах, белая и черная. А цена колонки 1400 рублей, что вполне адекватно за такой товар. Батарея держит вроде как 10 часов при прослушивании музыки, но лично пока я это не успел протестировать. А это крутой удлинитель. Вы даже не можете представить, насколько он хорош. У меня белая версия, но есть еще и черная. В общем дизайн очень крутой. Есть три USB порта. Причем они выдают нужный ампераж под каждое устройство. То есть они считывают информацию с устройства и дают именно столько, сколько ему нужно. Таким образом вы не навредите своему телефону или планшету. Это очень круто, только из-за этого можно ее уже покупать. Также есть три розетки и тумблер включения и выключения. Единственный минус для меня это вилка. Она не нашего формата, но решается либо переходником, либо я думаю просто докупить в магазине вилку и заменить. В принципе это делал на минут 10. Кабель достаточно длинный, мне вполне хватает. Розетки поддерживают разные вилки. У меня блочок от айфона с американской вилкой. Далее наша вилка и вот сам штекер от удлинителя Xiaomi. Как мы видим все эти вилки легко подключаются в наш удлинитель. Мой вердикт таков, удлинитель очень крутой и точно нужен каждому. А цена его всего 930 рублей. Данный товар называется репитер. У некоторых квартирах или частных домах в дальней комнате сигнал вайфая настолько плохой, что он иногда просто пропадает. И скорость в разы становится меньше. Ставите такое устройство в своей дальней комнате и в принципе все, проблема решена. Настраивается данный репитер в принципе очень просто. Особенно если у вас роутер той же фирмы, а именно Xiaomi. Просто подключаете к USB порту и он закачивает все параметры роутера к себе. Если же у вас роутер другой фирмы, то придется немножко пошаманить через приложение. Питается данный репитер от USB разъема. Можно втыкнуть в ноутбук, пауэрбанк или адаптер питания. Например, если вы на даче, то удобнее на улице использовать репитер с пауэрбанком. По моим замерам репитер тоже немного режет скорость. Но не критично, с ним гораздо лучше, чем без него. Цена девайса 470 рублей. А это на первый взгляд непонятный гаджет. Это джек 3,5 мм с какой-то кнопкой. К нему идет чехольчик, чтобы его не потерять, который можно крепить на наушники. В общем, качаем приложение на телефон и пользуемся данным чудом. Но почитал отзывы и форум, я понял, что он работает нормально только на телефонах Xiaomi. В приложении можно задать, что будет делать телефон при нажатии кнопки. Я выставил, что при одном нажатии включается фонарик, при двух нажатиях камера и так далее. Функций очень много, но с моим устройством как-то все не очень корректно работает. Бывает нормально, бывает нет. Поэтому советую только тем, у кого телефон Xiaomi. Иначе у вас он попросту может как-то некорректно работать. Например, как у меня. Ну а на этом у меня все. По традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же Kiwi кошелька. Условия поставить лайк, написать комментарий и быть подписанным на мой канал. Результаты смотрите через неделю в моей группе ВКонтакте. Ссылка будет в описании.